Внимание, бойцы! Блэквуд устраивали эксперименты с кибернетическими имплантатами неподалеку отсюда, но потеряли контроль над ситуацией. Ваша машина оснащена генератором ЭПИ, который выведет из строя главный терминал базы. Задача отряда — доставить машину туда. Ваши позиции перерезают и уважают по врагу. Додавание, которые выведены, и медленно отрывайте. Держите, бойцы! Держите, бойцы! Брэйс борется с международной преступной корпорацией Блэквуд. Среди ее суперцелей — подкуп крупных чиновников в высших эшелонах власти, мировое господство, прямое влияние на глобальную экономику. Также от Блэквуд исходят локальные угрозы. Например, запрещенные жестокие эксперименты не влюблены с применением кибернетических имплантат. Для защиты своих интересов Блэквуд имеет частную армию. Блэквуд — люди осени. Они словно черно-красная плесень планеты. Отряд Варфейс как антибиотик, который должен справиться с этой заразой. Варфейс — такое боевое прозвище носит генерал Ли Уортон. После выхода в отставку он начал борьбу с корпорацией Блэквуд. Его идею одобрили легальные военные наемники из самых разных стран мира. При их поддержке генерал Ли Уортон создал отряд, который по общему согласию назвали в его чести. Варфейс Генерал Ли Уортон, Европейскому альянсу известно о деятельности Блэквуд. Наше участие должно остаться в тайне, генерал. Генерал Ли Уортон А потом в тишине что-то шумно вдохнуло, зашуршало и все поняли, почему исчезли гусеницы. Генерал Ли Уортон Генерал Ли Уортон или Новичок — неважно. Все при вступлении в отряд Варфейс проходят базовые курсы в учебной части. У нас 4 класса бойцов — штурмовик, снайпер, медик, инженер. Штурмовик Привычный боец для самых разных военных проектов. Оригинальное оружие, штурмовая винтовка или пулемет. Все, кроме снайпера, имеют свой уникальный навык. Так, штурмовик носит с собой запасные патроны как для себя, так и для других классов. Может поделиться ими с любимым участником команды. Штурмовик Негласно, у него самые широкие обязанности по устранению всех возможных целей, какие только попадутся на миссии. Выкосить толпу вражеского десанта с некоторыми сложностями, но все-таки подменить снайпера. Поддержать медика в ближнем бою, а инженера на средней дистанции. Штурмовик универсален для самых разных условий боя. В идеале — это машина смерти. Есть такое выражение — журналистика — цепной пёс демократии. Штурмовик — это цепной пёс отряда Warface. По стандартной схеме штурмовик движется впереди отряда, вызывает огонь на себя, подавляет цели на средней и дальней дистанции, мешает противнику развернуть наступление. Умение принимать максимально верные решения в условиях острой нехватки времени, за секунды и долю секунды выявить, какая цель важнее и быстро её ликвидировать. Это ценное качество опытного штурмовика. Также важно контролировать ярость и выплёскивать её в нужный момент и по чётко определённым целям. Типичная ошибка начинающего штурмовика — эффект берсерка. Волна ярости, азарта, подрыв от команды. Забег далеко вперёд в расположение врага, под проливной огонь, без возможности поддержки со стороны союзника. Такого обезумевшего штурмовика поддержать очень сложно. К тому же часто просто невозможно спасти. Снайпер — это единственный участник отряда Варфейс, у которого нет специальных навыков. Основное оружие — снайперские винтовки, автоматические и с продольно скользящим затвором. Так называемые «болтовки». От снайпера требуется особая внимательность и превосходная выдержка. Главная задача — устранение самых дальних целей. Тех, что трудно устранить другим бойцам команды. Это вражеские снайперы, гранатомётчики, бойцы спецназа и некоторые другие. Именно снайпер способен наиболее эффективно и быстро устранить бойцов противника за стационарным пулемётом. Также снайпер может сэкономить силу и время команды при встрече со щитоносом. Как известно, у него из-за щита выставляются только голова, руки и ноги. Один или несколько метких выстрелов — и проблема решена. Новичку в качестве снайпера стоит изначально учиться бить точно в голову. По известному принципу — один выстрел — один труп. Иногда только это спасает жизнь союзнику. Главная ошибка снайпера — увлечение лёгкими целями, с которыми способны справиться другие. В это время легко пропустить конкурентного вражеского снайпера, бойца спецназа. Гранатомётчик вообще одним выстрелом может уничтожить полкоманды. Приходится вырабатывать серьёзную выдержку. Психологическую стабильность. Сначала это довольно трудно, иногда утомительно. Методично выискивать именно свои одиночные и опасные цели в городской застройке, в природной среде и на других локациях. И при этом наблюдать, как другие бойцы команды азартно поливают свинцом открыто наступающую пехоту противника. Молодым снайперам отряда Warface в таких ситуациях часто не хватает выдержки. Они начинают стрелять к цели штурмовика и других классов. При этом пропускают свои, те, что критически опасны для отряда в целом. В начале карьеры снайпера необходимо понимать. При успешных действиях команды настрелять противников больше всех вряд ли удастся. Возможно, даже придется не раз оказаться на последнем месте по количеству убийств. Но при правильном подходе это будут самые опасные противники, которые угрожали всей команде. Те, что способны нанести больше вреда в одиночку, чем небольшой отряд пехоты Blackwood. Пока остальные союзники уничтожают свои цели на близкой и средней дистанции, разумный снайпер высматривает окна, верхние окажи, пулеметные гнезда. Все те возможные места, где появляются именно его главные тактические цели. Продолжение следует... Один во всей Вселенной. На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко. Каждый так же от всего отрешен. В каждом свои ужасы и свои тайны. Транзительные, зауныванные звуки скрипки. Вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. Какое необъятное, непомерное одиночество. А неведомые овраги, что засасывают, как трясины. Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается леденящим ужасом. Разум, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище и некоторому. Блэкпут. Контрольная точка. Боидомат пополнен и игроки разрешены. Отлично. Здесь больше никого. Штурмовик и снайпер занимаются наступлением и подавлением противника. Два других класса отряда Warface это не только бой, но и поддержка. Медик. Основное оружие, дробовики всех возможных видов. Дополнительные инструменты его класса, аптечка и дефибриллятор. На оба инструмента приходится 100 единиц заряда. После использования одного из инструментов, они в течение некоторого времени восстанавливаются. Аптечка, медик поднимает уровень здоровья бойцов своей команды. Если кто-то из них ранен настолько, что находится в предсмертной коме, медик может привести его в чувство портативным дефибриллятором. Правда, на это есть лишь некоторое время. В руках опытного медика дефибриллятор может стать эффективным оружием. Дефибриллятором можно убить щитоносца. Через его металлический щит электричество проникает превосходно. Другой опасный противник со стороны Блэкфуд – Джаггернаут. Дефибриллятор прекрасно подходит и против него. Металлический костюм Джаггернаута также хорошо пропускает электричество. Таким образом, при определенной ловкости, можно устроить электросмерть любому другому пешему противнику. Самая главная ошибка начинающего медика – увлечение его возможностями своего дробовика. На ближней дистанции это очень мощное и убойное оружие. Начинающие медики часто в разгар боя подхватывают эффект Берсерка подобным штурмовикам и бегут фаршировать противника свинцом. При этом забывают про здоровье команды и про свое собственное. Иногда пытаются использовать дефибриллятор как оружие без должного уровня ловкости. В итоге погибает. Остальные бойцы остаются без медицинской поддержки. Успех миссии оказывается под вопросом. Инженер. Основное оружие – пистолет-пулемет. Дополнительный инструмент его класса – ремкомплект с ресурсом 100 единиц. Инженер умеет устанавливать противопехотные мины, а также быстрее других обезвреживает бомбы. Пистолет-пулемет несравним по мощности с дробовиком медика в ближнем бою. Он слабее автомата штурмовика. И все же на средних дистанциях это хороший инструмент для огневой поддержки команды. Главная сложность начинающего инженера – необходимость регулярного ремонта брони союзников. Именно бронежилет берет на себя первоочередную нагрузку по защите от вражеского огня. Именно броня расходуется в первую очередь. За счет нее урон здоровью наносится меньше. В зависимости от характеристик определенного бронежилета. Чем лучше инженер содержит броню команды, тем больше возможностей помочь у медика. Например, кого-то контузило взрывом. Нужен удар дефибриллятором. А он не заряжен, потому что медик истратил единицы заряда на аптечку. Потому что боец был без брони. Так что его здоровье от вражеского выстрела упало до критического. Если бы он был в броне, то пострадал бы меньше. И медик в первую очередь мог бы потратить лениц заряда на дефибриллятор. И вывести из комы пострадавшего от взрыва бойца своей команды. Так что когда инженер хорошо следит за броней союзников, он вносит свой вклад в их жизнеспособность. В начале своей службы в отряде Латфейс я сталкивался с двумя серьезными причинами для недоверия инженеров. Во-первых, это новички. Собираясь на миссию, они часто отказываются от инженеров в своей команде. Думают, что хватит и медика. На деле запас брони слетает с команды очень быстро. Часто уже при первой стычке с бойцами Блэку. Вся нагрузка по поддержке ложится на медика. Потому что без брони пули противника прилетают практически в голое мясо. Отнимают здоровье напрямую, без торможения о бронюх. Во-вторых, опытные вояки. Они наоборот прекрасно знают, как должен работать инженер. Поэтому когда команда собирается из незнакомых одиночек, главные наемники не доверяют случайному бойцу. Часто отказываются от незнакомого инженера. Нет уверенности, что он действительно будет работать по своему классу. Это недоверие основано на главные ошибки инженеров, когда им становятся новички или эгоисты. Первые просто увлекаются стрельбой по головам. Азарт боя одуряет. Они забывают про обязанности держать броню команды в порядке. Вторые, эгоисты, сознательно пренебрегают интересами команды. Нагло соревнуются в меткости со штурмовиком, медиков и даже часто снайпером. Из-за таких инженеров и медиков даже простые миссии часто заканчиваются провалом. В начале карьеры я сам регулярно сталкивался с проблемой доверия к себе, когда отправлялся на миссию в качестве инженера. Мало кто верил, что я действительно буду ремонтировать броню, а не играть в охотника за головами. Все это лишь простые начальные принципы для каждого из классов. По мере развития и накопления боевого опыта, бойцы в каждом из них учатся каким-то своим уникальным приемом. Отличная работа, но это только начало. Продолжение следует... В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы, словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. С того вечера у табачной лавки пришло много лет. И вот уже я сам, сжигая вертолеты, топлю военные корабли, словом, смакуя хрупким сознанием ту самую жизнь перед лицом войны, которая в один прекрасный день выведет меня в новую реальность. Меня зовут Дуглас, Дуглас Полдинг, Гринтаун, штат Иллинойс. Вот уже несколько лет я служу в отряде специального назначения, Варфейс. Правый фланг! Правый фланг! Есть! Защищайте транспорт! Защищайте транспорт! Анатолийск! Эф enrichагна? Еой привыч к табачной лавки! Гринта! Спорт со мной! Гринта! Автомат лица! Возвращения транспорт! И с детства я помню, что в нашем городке Гринтаун жил журналист Билл Форестер. Он не раз делился своими мечтами на будущее. Говорил, что хотел бы повидать Стамбул, порт Саид, Найроби, Будапешт, написать книгу, очень много курить, упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хотел бы, чтоб где-нибудь в Марокко в него раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хотел бы любить прекрасную женщину. Не знаю, как там дела у Билла, а я много подобного из перечисленного уже осуществил в отряде Варфейс. Для отряда Варфейс это своеобразная метафора. Воюя против Блэкфуд, каждый из нас участвует в грандиозной и крайне опасной игре. А сама эта группировка – бездушная военно-экономическая машина, которая всех нас раздавит, если мы ее не остановим. По направлению ПВЕ команды Варфейс проводят миссии во всем мире. Северная и Южная Америка, Африка, Балканы, Европа. По сложности задания делятся на несколько уровней. Тренировка. Здесь самые примитивные и неопытные противники. Такие же новички из Блэкфуд как и те, что впервые приходят в Варфейс. Миссии с уровнем сложности, легкие, легкие, легкие. Бойцы Блэкфуд уже начинают что-то подозревать, но справиться с ними все еще просто. Правда, и оплата за успешное прохождение таких заданий смехотворна. На заданиях с уровнем сложно, детский сад для новичков заканчивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровень миссии профи. Только слаженная командная работа позволяет успешно пройти задания этого уровня. Вознаграждение хорошо превышает затраты на ремонт снаряжения. Есть, что отложить на будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особое значение имеют миссии со статусом спецоперация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это обширные затяжные вылазки. Они требуют предельной концентрации, подготовки, идеального взаимодействия команды. При успешном прохождении награда довольно приличная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так называлась первая и теперь уже легендарная спецоперация Warface. Разведка установила нахождение штаба Blackwood. Он расположился в крупном мегаполисе одной из развитых стран мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы идем спать врага, штаб-квартиру. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что узнаешь, когда вступаешь в отряд Варфейс, это что ты нуб. Последнее, что узнаешь, покидая базу Варфейс и отправляясь на отдых, это что ты все тот же нуб. В отряде Варфейс ПВП это практическое занятие на тренировочных базах. Имеется несколько режимов для обучения бойцов Варфейс. Мясорубка. Стандартный смертельный бой, где каждый сам за себя. Выживание. Это отлично модернизированный дэдматч. Цель не только ликвидировать больше соперников, но и забрать их армейские жетоны. За это дают дополнительные очки, как за полноценное убийство. Здесь кроется хитрый момент. Можно вывести соперника из строя, но пока бежишь за его жетоном, кто-то подстрелит тебя и заберет оба жетона. Хорошая тренировка не только боевых навыков, но и внимательности, хитрости, сообразительности. Остальные режимы схожи с практическими занятиями у других спецподразделений. Это различные вариации командного боя. Одна команда остается в рядах Варфейс, вторая притворяется группировкой Блэквуд. Самый простой вариант – обычный командный бой. Режим захват. Это как старая добрая игра в захват флага, только вместо него в Варфейс чемодан с кодами запуска ракеты. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Раунд начался. Подрыв. Тоже довольно популярный в разных подразделениях вид тренировки. Группировка Блэквуд пытается подорвать важный объект, заложить на него бомбу. Отряд Варфейс это предотвращает. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Более динамичный вариант подрыва – режим Блиц. Обезвредьте С4. Раунд начался. scientist Раната пошла! Штурм. Здесь одна команда последовательно захватывает три опорных пункта врага. Другая их удерживает. Если все три пункта захвачены или истекло время на атаку, команды меняются местами. Побеждает та, которая захватила больше опорных пунктов или сделала это быстрее. Уничтожение. Надо три раза вызвать удар с воздуха по расположению противника. Для этого необходимо захватить и удерживать радиостанцию в целом. Это антекарты. Мы захватили командный пункт. Граната! Доминация. Этот режим тренировки распространен и в других спецподразделениях. Насколько знаю даже у некоторых танкистов. Главная задача захват и удержание контрольных точек противника. Захватываем точку Чарли. Интересный ход для тактических маневров на тренировках ПВП. Возможность поднимать оружие убитого бойца. Любой наемник может поднять оружие своего или другого класса. Это открывает интересные возможности на поле боя. Правда запас патронов в чужом оружии всегда непредсказуем. И чаще крайне мал. Граната пошла! Граната пошла! Б Messiah! Граната пошла! Граната пошла! Продолжение следует... К черту смерти тьму! Изберем же жизнь! Так вот оно что! Значит, это участь всех людей. Каждый человек для себя один-единственный на свете. Один-единственный сам по себе среди великого множества других людей. И всегда боится. Вот как сейчас. Ну, закричи, уж станешь за это помощь. Кому какое дело? Ремонт закончен. Вперед! Все мы в Warface солдаты удачи. Наемники. При всем благородстве целей воюем за деньги, а также за прочие вознаграждения. Внутренняя валюта отряда Warbucks. Вознаграждение за успешные миссии, спецоперации, тренировки. На них можно что-то купить в магазине. Починить изношенные вещи. Сыграть в местный тотализатор с призами в виде всевозможного снаряжения и прочей мелочи. При вступлении в Warface выдается штатный комплект для каждого класса. На первое время терпимо. Но скоро задачи становятся сложнее. Под них требуется более совершенное снаряжение. На него каждый зарабатывает сам. В магазине Warface неплохой выбор разных вещей. Доступ к их покупке открывается по мере накопления боевого опыта. В начале карьеры новичкам предстоит нелегкий выбор. Доступ к чему получить в первую очередь. Надежное обмундирование. Шлемы, бронежилеты, перчатки, обувь. Эффективное оружие. Мощные дробовики и скорострельные пистолеты-пулеметы. Точные автоматы, удобные снайперские винтовки, пистолеты известных производителей. Или все же удобные приспособления для оружия. Подствольные осошки, ручки, прицелы, штык-ножи, пламя-гасители, глушители. Штатный набор снаряжения и оружия обслуживается за счет отряда. То, что куплено самостоятельно, надо ремонтировать за собственные варбаксы. Также бойцы могут обменять обычные деньги своих стран на специальную валюту отряда. Кредиты. За них можно купить особенное, более эффективное снаряжение и оружие. Пользоваться вещами за кредиты – одно удовольствие. Большей частью они удобны и надежны. Хотя со снаряжением за варбаксы также вполне комфортно воевать. В этом логистика варфейс вполне сбалансированная. Есть возможность нормально воевать не только мажором, но и простым парням. За особое достижение в миссиях и на некоторых тренировках выдается специальная наградная валюта – короны. Их нельзя купить за варбаксы или кредиты. Только заслужить. За короны в магазине отряда продается самое лучшее. Но только на время. Выбор снаряжения влияет на стиль боя. Например, мягкие перчатки плохо защищают руки, зато в них скорее делать перезарядку и ловко орудовать холодным оружием в ближнем бою. Есть шлемы со встроенным автоматическим медицинским комплексом. Они постоянно сканируют состояние бойца. При ранении вводят ему инъекцию, которая восстанавливает здоровье. Имеются и бронежилеты с эффектом памяти металла. Они автоматически восстанавливают поврежденную броню. Конечно, такое снаряжение не способно полноценно заменить медика или инженера в горячей перестрелке. И все же, в безвыходной ситуации, это прекрасная возможность для выживания. Также можно взять оружие и снаряжение в аренду на время. В аренду за варбаксы чуть лучше того, что можно купить навсегда. За кредиты лучше того, что можно взять в аренду за варбаксы. Взятые на время в аренду вещи ремонтируются за счет бюджета отряда. Некоторые вещи, которые сдаются в аренду, можно купить и навсегда. Но тогда и расходы по их обслуживанию придется оплачивать самостоятельно. Субтитры подогнал «Симон» Периодически в магазине случаются поставки новых образцов. Так что интересный выбор и оружия, и снаряжение есть всегда. Значит, можно вырасти, вступить в Warface и все равно не стать сильным. Значит, стать наемником отряда Warface вовсе не в утешении. Значит, в жизни нет прибежища. Нет такой надежной цитабели, что устояла бы против надвигающихся ужасов группировки коллег. Отдельный вид награды за боевые заслуги – значки, жетоны и нашивки. Никакой выгоды от них нет. Это способ показать различные заслуги в боях против Blackfoot или на тренировках. Каждый боец может скомбинировать свой герб и значков, жетонов и нашивок. Он размещается в личном профиле в базе данных отряда. Достижений, которые отмечаются таким образом – сотни. У каждого есть возможность в чем-то себя проявить. Например, значки, жетоны и нашивки за 10 тысяч и за 25 тысяч противников, ликвидированных из определенной модели оружия. За пистолеты и пистолеты-пулеметы выдаются значки. За дробовики – жетоны. За штурмовые винтовки, автоматы, снайперские винтовки выдаются нашивки. Я начинал свой боевой путь в отряде Warface в качестве снайпера. Основное оружие выбрал немецкое. Это автоматическая винтовка. В адаптивном русском варианте можно обозначить ее как Хёклер и Кох СЛ-8. Оружие второго шанса я выбрал итальянское. Простой и надежный пистолет-легенда. Беретта М9. Со временем по обеим этим моделям у меня накопилось 10 тысяч ликвидированных противников. А с ними – заслуженные достижения. Это значок за Беретта М9 и нашивка за Хёклер и Кох СЛ-8. В дальнейшем подумываю вернуться к этому оружию и добить результаты по тому и по другому до 25 тысяч ликвидированных врагов. Вообще, полезно постоянно пользоваться одним выбранным оружием для каждого класса. Начинаешь привыкать к нему, чувствовать все тонкости его работы, точно предугадывать отдачу и место попадания. Поэтому значки, жетоны и нашивки за 10 и 25 тысяч ликвидированных противников из определенной модели оружия – это показатель определенного опыта. В остальном отмечаются самые разные достижения. Помощь команде, различные результаты на миссиях и тренировках. Мне по-настоящему дороги несколько таких наград. За командную работу. В качестве инженера я всегда следил за броней союзников, а в качестве медика – за их здоровьем. Без фанатизма по части погони за количеством медиков противников. А этому мне ценны отметки за помощь команде в качестве класса поддержки. Инженером я сначала заработал важный для себя значок – ремонт в полевых условиях. Восстановил союзникам 10 тысяч очков брони. Затем со временем довел эту цифру до 100 тысяч и получил достижение «Броня крепка». Главная награда в качестве инженера для меня – значок «Пули непробиваемый». Для этого пришлось восстановить 1 миллион очков брони союзников. Теперь я часто ставлю значок «Пули непробиваемый» в профиль, когда оказываюсь на миссии в классе инженера с незнакомой командой. Он показывает, что я действительно умею следить за броней, а не только гонюсь за количеством убийств. Таким же образом я ценю наградные жетоны за достижения в классе «Медик». В самом начале интересно было получить награду «Первая помощь» за 10 тысяч восстановленных очков здоровья союзников. Затем я увеличил эту цифру до 100 тысяч. И получил жетон «Военный врач». Сейчас я стремлюсь к достижению «Полевой хирург». Для этого мне придется восстановить здоровье союзников на 1 миллион очков. Другое важное достижение «Медика» – количество реанимированных участников своей команды. Так я сначала получил достижение «Спасатель». Вывел дефибриллятором из предсмертного шока 100 союзников. Затем тысячу. За это имеется жетон «Реаниматор». Теперь я стремлюсь к последней награде этой серии – «Ангел-Хранитель». Для ее получения надо реанимировать участников своей команды 10 тысяч раз. Полно у меня и всяких нашивок. На большинство из них не вызывают никаких эмоций. Интересно было получить достижение 4 года в Warface. Маленькая, но уже история. Среди прочего мне также иногда нравится надевать нашивку «Падение фаланги». Для этого надо убить 500 щитоносцев. Это одни из самых коварных, внезапных и эффективных бойцов пехоты «Блэквуд». Таким образом, каждый наемник отряда Warface со временем может собрать приличную коллекцию значков, жетонов и нашивок за достижения, которые важны именно для него. Сможет выставить на показ именно те заслуги перед отрядом, которыми гордится он сам. «Блэквуд». 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 пятно. Некоторые прицелы и глушители повышают точность стрельбы, так что надо учитывать и то, какой из них будет использоваться чаще, и пристреливать оружие под него. Эта же процедура необходима и дробовикам Медика. Их главный параметр – кучность разлета дробей. На это влияют особенности конкретной модели, а также те прицелы и глушители, которые увеличивают точность. С ними пятно разлета дроби сужается. Перед серьезными похождениями по классу Медика стоит изучить эти особенности для конкретной модели дробовика. В бою станет понятнее, куда лучше целиться. Снайперские винтовки также требуют пристрелки. Они обладают собственной, особенной отдачей. Из-за этого у каждой модели после выстрела перекрестие оптического прицела отклоняются по-разному. Так что перед боем полезно пристреляться в тире и снайперу. В первую очередь стоит понять, в какую сторону смещается прицел и сколько времени уходит на его возвращение в исходное положение. Во вторую очередь надо учиться с этим работать. Если винтовка полуавтоматическая или полный автомат, то можно потренироваться возвращать прицел в исходное положение самостоятельно, не дожидаясь, пока он сделает это сам. В критической боевой ситуации это может оказаться весьма полезно. Винтовки с продольно скользящим затвором. Так называемые болтовки. Здесь после каждого выстрела надо отрываться от прицела на ручное передергивание затвора. С ними на тренировке полезно почувствовать ритм. Выстрел, перезарядка. Выстрел, перезарядка. Выстрел, перезарядка. Самое главное при стрельбе из болтовки после перезарядки быстро находить контакт с прицелом, а через него с мишенью. Винтовки с продольно скользящим затвором очень мощные, но и бронежилеты совершенствуются. Поэтому не всегда удается ликвидировать противника с одного выстрела. Часто пуля из болтовки лишь опрокидывает его, но не убивает. Нужен второй выстрел. Чем быстрее снайпер вернется к исходному контакту с мишенью через прицел, тем больше шансов добить противника, пока он не ускользнул или не выстрелил в ответ из пистолета. Частично это можно отработать именно в тире. После того как стена испорчена, а особенности конкретной модели оружия выяснены, можно переходить к мишеням. Субтитры создавал DimaTorzok Также можно потренироваться бросать различные гранаты. Сопределение задержкой и на нужное расстояние. Спортзал. Здесь свои возможности для подготовки, навыков перемещения. Бег, приседания, движение в положении лежа, подсады, умение быстро залезать на одни препятствия и перепрыгивать другие. Тут же хорошо отточить подкаты. Делать их лучше уметь, в бою пригодится. Хотя на деле разбежаться, упасть на задницу и по инерции немного на ней проскользить. Почти как в детстве по замерзшей луже. Иногда это помогает уйти от шальной пули противника, а при хорошей подготовке можно и самому послать ему в ответ рой свинцовых шмелей. Вплоть до хедшота. На местных манекенах стоит потренировать удары оружием ближнего боя или прикладом. В бою это полезный навык на случай сложного момента. Таким образом тренировочный зал Warface это хорошая площадка для первого знакомства с неизвестным оружием, снаряжением и для отработки начальных навыков перемещения в бою. Субтитры создавал DimaTorzok Светит незнакомая звезда. Снова мы оформлены от дома. Снова между нами города. Взлетные огни парадрома. В детстве в моем городке жил изобретатель-любитель Лео Ауфмар. До сих пор прекрасно помню одну из его мыслей. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживаются друг с другом, бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Миссии отряда Warface часто проходят на уровне крайнего экстрима и смертельной опасности. Ответственность за себя и союзников, громадная цена за каждое нервное решение и опрометчивое действие. Лишь единицы чувствуют себя в этих условиях, как пчелы в дуванчиковом поле. Потому столь важна командная работа и психологическая совместимость наемников. В связи с этим в Warface действует система кланов. Участники одного клана успешнее достигают цели на сложнейших спецоперациях. Лучше показывают себя в тренировках на ПВП. По всем параметрам они, как правило, превосходят случайные команды при прочих равных условиях. Технически создать свой клан легко. Необходимо лишь иметь небольшие средства на регистрационный сбор. Гораздо труднее выстроить долговременную стратегию развития. Управлять кланами за дня в день. Грамотно подбирать руководящий состав. Офицеров. Продвигая свой клан к успеху, приходится стать настоящим военным психологом и менеджером. До вступления в Warface я побывал во многих передрягах в качестве военного наемника. Однажды случайно наткнулся на каком-то российском форуме на объявление. Набор добровольцев в клан Ямские всадники отряда Warface. Базовый боевой опыт, адекватность, психологическая устойчивость. Чаще новички сначала вступают в Warface, а потом уже находят клан по интересам. У меня вышло наоборот. Я вступил в отряд из-за отдельно взятого клана отличных дружных союзников. В поисках свежих приключений и нового жизненного пути. Ямские всадники. Так правильно значилось название нашего клана в базе данных отряда. Командир жил в провинциальном городке в европейской части России. Ярославская область Гаврилов Ям на реке Которосль. В честь этого и название. Ямские всадники. Как я понял, у них там имелись в старые времена какие-то конники. Боевые всадники на лошадях. Привычное явление старых времен. Ямские всадники. Все мы в этом клане только начинали путь наемников отряда Warface. Кто-то с определенным опытом из прошлых военных операций. Кто-то впервые оказался перед лицом современной войны. Вместе мы... Зачищали от Blackwood узкие улочки, овеянных древней историей городов Европы. Проводили жаркие воевые вечера на Балканах. По неопытности с трудом вывозили победы в миссиях уровня профи среди невысоких гор на заброшенных стройках пустынных городов. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака. Кажется нелепыми обиды надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А ты с недолбой не напугнул, чтоб только о зуме в небе. Вместе мы прошли напряженные миссии в мегаполисах Азии. Выматывающие походы среди африканского пекла. Совершили не одно опасное путешествие по фавелам Южной Америки. Не раз сделали вылазки в испопеленные солнцем поселения Ближнего Востока. Это было лучшее из времен. Перспективы в отряде варфей сказались захватывающими и безграничными. Это было худшее из времен. Не раз некоторые из нас думали после неудачного боя или провальной миссии, что мы нубы, салаги, ни на что не способны. Мы только начинали жить по-новому среди непредсказуемых военных приключений. Мы заканчивали жить каждый раз, когда надо было возвращаться к скучным будням, чтобы привести дела в порядок перед очередным рейдом против Блэквуд. А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то не вдалеке другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать. И, наконец, яблоки начинают сыпаться, как дождь. Мягко стучат по влажной темнеющей траве. Точно конские копыта. И ты — последнее яблоко на яблоне. И ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе. И падаешь все вниз, вниз. И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоном. Будешь падать во тьму. Так и наш клан дожил до своей осени. Бойцы осыпались с него, словно спелые яблоки в траву перспектив. Работа, семья, новые интересы и планы на другое. И я был одним из тех последних яблок. В конце концов, также оторвался от дерева клана. И начал свой самостоятельный путь одинокого стрелка. Музыка КОНЕЦ 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 Я убил стрелка! Беги! Дуглас! Беги! В этом секторе сконцентрированы большие силы Блэкс Не утоли, не утоли, не утоли Так, где ты, далеко это чужая вода Я с ней тебя должна деть В этом секторе сконцентрированы большие силы Пора положить этому конец Ну, под ярким встречается солнце Привод в морском боженке Не утоли, не утоли Блэкс А-а-а! Привод в морском боженке А-а-а! И лучшая цель Блэкфуд Переход на самообеспечение Именно поэтому они обратили взор на Китай Блэкфуд собирается пересеклить сюда Все доходы по производству оружия И не хочу тебя терять Прощай, оружие Мой мальчик, мой гордый герой Прощай, оружие Скажи это вместе со мной Прощай, оружие Чтоб нибудь не было войн Скажи прощай, оружие Скорей скажи, покажи ПОДПИШИСЬ! 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 Останься в нём, я вас белкаю Уедем от друзей и врагов И будут ночи, что пахнут хвоей И свежести в морских берегов Вот-вот Любимый тебя отнимет Жестокая мужская игра И я теряю разум Потому что люблю И не хочу тебя терять Я работаю в боевом ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КАКГАЗЛЯ Поднимайтесь,um Нагляimm Вот-вот Нагляp Прощай, оружие Мой мальчик, мой гордый герой Прощай, оружие Оружие, скажи это вместе со мной, прощай. Оружие, чтоб нету не было войн, скажи прощай. Оружие, скорее скажи пока. Мы перебросим вас в другой технике. Информацию о новом задании получите в пути. Субтитры создавал DimaTorzok